Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о том, как воспитывать ребенка после интенсивного курса в центре БРДАВИД для того, чтобы получить наилучшие результаты. Первый момент, который необходимо учитывать, это то, что ребенок обретает свой характер. То есть, пока ребенок болен и плохо себя чувствует или что-то мешает ему развиваться в зависимости от того, какие симптомы, то в общем-то родители не знают, какой на самом деле у ребенка характер. Ребенок может быть истеричным, ребенок может драться, ребенок может быть совершенно невозможным, а может быть наоборот таким плюшевым мишкой, где положили там и взяли, которого просто вообще ничто не колышет и ничто не интересует. И вдруг после курса лечения эти дети меняются, то есть начинает проявляться их настоящий характер, заживают повреждения, из-за которых дети не развивались, и дети начинают проявлять свою настоящую натуру. И вот здесь наступает такой интересный момент, когда родители знакомятся со своим настоящим ребенком. То есть ребенок-то для его проще, родители так драматично не меняются, и ребенок в общем на этом этапе он еще ничего не анализирует, он родителей просто автоматически любит. То есть он просто всегда любит, неважно как он себя чувствовал, как он себя вел, родители он любит всегда. Но когда родители видят, что ребенок меняется, то им нужно понимать, что вот сейчас они видят своего настоящего ребенка. Как правило, возраст, как психологический возраст этих детей младше, чем их биологический возраст, ну собственно это естественное следствие того, что у ребенка задержки в развитии. То есть ребенок обретает способность развиваться, но его текущий уровень в общем-то низковат. То есть, например, вот не так давно мы видели ребенка, которому было биологически три года, а психологически подтверждено тестами его развития где-то от полугода до восьми месяцев. И вот такие дети вдруг начинают развиваться. Родители очень радуются, и все такое, это действительно очень радостно, это практически чудо. И дети эти вдруг они обнаруживают мир, мир становится для них другим, они вдруг видят вещи, они видят своих родителей, они видят своих братьев, сестер, и вообще на все реагируют по-другому. Короче, это очень такой волнующий процесс. И здесь необходимо очень правильно научиться их воспитывать. Собственно, Давид очень помогает потом с воспитанием этих детей, потому что, когда ребенок догоняет по развитию своих сверстников, то есть он должен пропущенный материал пройти за укороченное время, то ему очень тяжело. И, в общем, он как бы впервые видит этот мир, и он не очень понимает, как к нем ориентироваться. И у многих детей наблюдаются, собственно, не у многих, практически у всех, наблюдаются, скажем так, некоторые периоды, когда они ведут себя, ну, не то, что неадекватно, они ведут себя адекватно со своей точки зрения. И всегда можно понять, почему он ведет себя так или иначе. Но именно вот в эти моменты необходимо как бы применять воспитательные методы. То есть, например, ребенок, которому, собственно, как правило, все эти дети, они избалованные, потому что родители их жалеют, и очень мало таких детей получают изначально правильное воспитание. То есть, поэтому, как правило, ребенок, который просыпается, так сказать, в миру и обнаруживает, что вот есть мир, есть он, ребенок, и нужно там как-то функционировать, то этот ребенок понятия не имеет о том, что такое нельзя, что такое надо, как нужно себя вести. То есть, просто потому, что родители даже не пытались ему прививать по разным причинам. Например, там, они видели, что ребенку плохо, что ребенок истерит, или наоборот, что чтобы ребенку не говорили, как бы они пытались воспитывать, это все мимо него проходит. То есть, просто это вот такой факт. То есть, они получаются, эти дети, немножко как Маугли. То есть, вот вдруг раз, и он оказался в этом мире, совершенно не понимая, как вообще устроен, так сказать, социум, как устроены взаимоотношения с другими людьми. И сейчас он будет это все изучать, и он сможет это все как бы осознать и научиться. Но для этого ему нужно помогать, и помогать ему нужно воспитанием. Такие дети, которые привыкли, что вот им все было можно, и вдруг раз, они обнаружили, что не все можно. Например, ребенок, у которого не работали руки, вдруг у него руки начинают работать, и он начинает делать всякие там неполезные вещи. Например, там, совать пальцы в розетку, там, что-нибудь отковыривать, или там, например, начинает бить папу с мамой. Причем, папа, скажем, жестко останавливает, а маме это нравится, и мама, скажем, радуется. Ой, надо же, он раньше этого не делал, он это делает. Так вот, начинает этого ребенка останавливать, и ребенок вдруг понимает, что его хочу, сталкивается с чьей-то чужой волей. И для него это совершенно новое. И он не понимает, почему он должен перестать. И, в общем, в таких случаях могут возникать истерики. И часто даже возникают. Эти истерики уже других типов. То есть это не те истерики, когда у него, скажем, болела голова, и он бился головой там об стенку просто потому, что ему больно, а он хочет хоть как-то эту боль заглушить. Нет, это уже истерики совершенно обычного ребенка. Обычного, но абсолютно невоспитанного. И вот здесь вот необходимо, чтобы родители правильно к этому, так сказать, относились. Чтобы они твердо и мягко и терпеливо останавливали ребенка. Чтобы они его обучали, как нужно, как нельзя. При этом родители обязаны быть последовательными. То есть нельзя делать так, что, например, ребенок бьет папу, папа его жестко остановил. Ребенок подходит, бьет маму, мама умиляется. Ой, ну надо же, он такое вдруг стал делать. Мама тоже должна останавливать. То есть мама с папой должны договориться о том, что ребенку можно, что ребенку нельзя, чтобы исключить всякие манипуляции. Они быстро умнеют и манипулировать тоже очень быстро научаются. Есть еще такое явление. Дети, например, которые раньше вообще не обращали внимания на родителей, они вдруг могут начинать прилипать к родителям. То есть, допустим, мама говорит, ой, он на меня вообще никак не реагирует, он вообще, ему все равно, я здесь нахожусь или я здесь не нахожусь. Вдруг этот ребенок маму обнаруживает, и он ее любит. И поэтому, естественным образом, он начинает восполнять пропущенное. И начинает к маме липнуть. Все, мамочка, мамочка, без мамочки никуда. Бедная мамочка даже в туалет не может выйти. И здесь тоже нужно проявлять твердость. Причем последовательно объяснять ребенку, куда мама пошла, зачем. Что она к нему придет, чтобы он не пугался. Короче, должен проходить настоящий воспитательный процесс. При наличии, скажем, младших братьев-сестер иногда возникает ревность у этих детей. То есть, та же самая история. Ой, он вообще не обращает внимания на брата, на сестру. То есть, просто как будто их нет. И вдруг этот ребенок обнаруживает, ой, а ведь есть еще кто-то. А этот кто-то, он забирает внимание у моей мамы, у моего папы. А, вот я его пойду побью. То есть, вот эти вещи тоже необходимо пресекать и мягко объяснять. Мягко и последовательно, но твердо объяснять, что это вот брат или сестричка. И необходимо, так сказать, ему тоже уделять внимание. И обязательно с ним играть и уступать. В общем, короче, полный курс воспитания. Совершенно так же, как это происходит с обычными детьми. Собственно, есть море литературы, написанной на эту тему. Про то, как преодолевать ревность старших детей по отношению к младшим. Короче, могут быть всякие разные такие проявления. И тут надо помнить именно вот этот принцип. Что ребенок как будто впервые попал в этот мир. Он с ним знакомится. И, соответственно, с ним знакомясь, он еще не понимает, как этот мир устроен и как нужно себя вести. То есть, его этому необходимо учить. Для того, чтобы его этому учить, необходимо заниматься его развитием. Сначала базовым. Большинство, собственно, тех детей, которые к нам приезжают, они не владеют базовыми навыками. То есть, они не понимают, что такое нельзя, что такое надо. Многие из них ходят в памперс. Не ходят сами в туалет, не просятся. Не одеваются, не раздеваются и так далее. Всему этому, естественно, есть объяснение. Так вот, после курса у них, как правило, возникает возможность уже все это усвоить. И тут задача родителей помочь им в этом. То есть, нельзя, оно должно быть нельзя. То есть, если что-то сказано нельзя мамой, значит, папа это должен поддержать. И наоборот, то есть, чтобы не было так, что ребенок попросил у папы, папа не дал, а мама тут же дала. Или наоборот. Ребенку нужно объяснять, что такое надо. У ребенка должны быть обязанности. Вот надо, чтобы он ежедневно чистил зубы. Надо, чтобы он сам ходил в туалет. И так далее. То есть, надо начинается с самого простого. И дальше, как все остальные дети, и подростки, и взрослые люди, у каждого из нас есть свои обязанности. И у этого ребенка они тоже должны появиться. Одевание, раздевание. У многих из этих детей есть проблемы с одеванием, раздеванием. У некоторых из них нарушена чувствительность. И они просто не терпят одежду. Или наоборот, они не могут, скажем, расстегнуть или снять. В общем, разное бывает. Так вот, у них эти все свойства начинают восстанавливаться. И можно их приучать уже самим раздеваться, снимать одежду, не бросать ее на пол, складывать, вешать, класть куда нужно. Опять же, одеваться. То есть, во-первых, это развивает понимание обращенной речи, само собой. А во-вторых, это приучает ребенка жить в социуме. Жить, как все остальные. То же самое касается и еды. У многих из этих детей нарушена моторика как рук, так и гортани. И им трудно глотать, им трудно держать это в руках. В общем, есть тоже разные варианты. Ребенка необходимо приучать кушать самостоятельно. То есть, да, поначалу мама может помогать, но мама должна стремиться к тому, что ребенок учится. Потому что ребенок не всегда будет привязан к маме. Ребенок пойдет в садик, потом ребенок пойдет в школу. И он должен уметь сам себя обслужить. Обязательно участие в домашних работах. То есть, вот мама по дому делает разную работу, папа по дому делает разную работу. Ребенка нужно привлекать ко всему, что он может делать. Как правило, такие дети с удовольствием участвуют в уборке, например, в каких-то вот таких вот ежедневных делах. То есть, если правильно его настроить, то ребенок очень радуется, что вот он помогает маме и помогает папе. На начальных этапах это просто необходимо. У ребенка должны быть свои собственные ежедневные обязанности. Должны быть какие-то дела, которые делает только он. Вот это его задача. Давид очень хорошо в этом помогает. Не нужно находить такие дела, потому что это все зависит от возраста ребенка, от его развития. И, естественно, необходимо с ребенком заниматься его развитием. То есть, это развитие языка. То есть, ребенок, который, например, не говорил и вообще никак не воспринимал, его начинает быть можно научить. И как бы вот как раз в этот момент имеет смысл начать заниматься с различными специалистами, например, с логопедами. Как правило, все эти занятия, они несложные. И мама, в общем-то, сама может. Но здесь во многих случаях возникает такой психологический момент. Мама, которая несколько лет была заперта с этим ребенком как бы в одной квартире, она уже, у нее просто не хватает терпения. У нее уже как бы нервное истощение. Она просто не может с ним адекватно заниматься. То есть, она начинает срываться, начинает с него требовать то, что он еще сделать не может. У нее может не хватать терпения и так далее. Это совершенно не у всех мам такое бывает. Как бы бывают очень спокойные мамы, которые замечательно это все делают. Они могут сами все делать без всяких дополнительных специалистов. А вот мамы, которые чувствуют, что они не справляются с этой задачей, например, им скучно заниматься с ребенком, не надо себя обвинять. Вот просто у вас другая натура. Поэтому проще всего попросить специалиста. Специалисты в наше время, слава богу, есть. И есть очень хорошие логопеды, и есть очень хорошие дефектологи, которые умеют найти к ребенку подход. И которые умеют ребенка увлечь. И ребенок с удовольствием идет за ними и учится. Существует также множество развивающих центров. В каждой стране есть своя система. Интернет полон методик для всякого развития. И, в общем, здесь необходимо помнить только одно, что ваш ребенок – это человек, это личность. Поэтому к нему нужно относиться с уважением и, соответственно, находить к нему подход. Если все сделаете правильно, то ваш ребенок просто быстро догонит. И будет, как все остальные дети. На сегодня все. Всем хорошего дня. До свидания.